Ограждение снова на месте, да ещё и охранника поставили. Что же я мог упустить вчера? Одна из камер системы безопасности. Я вчера не заметил эту камеру. Там может быть что-то интересное. Извините, я случайно услышал ваш разговор. Сударь, вам... Я покупаю билет, и всё, что я получаю за свои деньги, мне очень жаль. Извините, вы не могли бы мне рассказать о картине, которая сейчас на реставрации? Наверное, она вам очень нравится. Я совершенно не понимаю, как её могли повредить. Охранники на каждом шагу, а я теперь не могу посмотреть на экспонат, о котором пишу. Жаль, что они лишили вас возможности изучать ваш любимый экспонат. Того, кто повредил картину, надо публично высечь на улицах Санкт-Петербурга. Да, я с вами согласен. Сумасшедший. Почему охранники не предотвратили акт вандализма? Им за это платят. Кажется, он не очень занят. А камеры наблюдения включены всегда? Конечно. И все записи сохраняются? Конечно. Они могут пригодиться в любой момент. Их только что забрала милиция. Зачем, я не знаю. Понятно, спасибо. Повторяю, я хотел бы знать, почему не... Ты мне так и не сказала, что это была за женщина. Та, которую я видела в нашей машине. Как я уже говорил, я очарован. В самом деле, такого позитивного ответа я не ожидал. Компания. Главная ежедневная газета Петербурга. Сегодняшний номер. Что нового в Петербурге, кроме монахов-убийц и украденных картин? Я неплохо читаю по-русски. Здесь говорится, что общественность встревожена ночной деятельностью милиции в районе Эрмитажа. Полковник Останкович, ответственный за охрану Эрмитажа, сказал журналистам, что нет никаких причин для беспокойства. И пояснил, что присутствие милиции было вызвано проводимыми в тот момент учениями. В газете написано, что в следующем месяце президент собирается наградить Останковича и очень хорошо отзывается о его деятельности. Результаты матчей, полуфиналы, финалы... Кто может в этом разобраться? Я никогда не увлекался спортом. Высокий процент безработицы ставит под угрозу завершение восстановления лесного покрова около озера Байкал. Регион находится в состоянии экологического кризиса. По нашим сведениям, водитель не может объяснить, как произошла авария. Виновник происшествия до сих пор в шоке от того, что его грузовик сбил автомобиль. Профессор Кампренко высказывает опасение, что есть прямая связь между глобальным потеплением и усугублением сейсмической активности. Помните приливную волну в Азии? Она была вызвана землетрясением в 8,9 балла по шкале Рихтера. Профессор полагает, что с каждым годом подобных катастроф будет все больше. Почему я должен это читать? Два дня назад я оставил сумку с несколькими французскими книгами на автобусной остановке на Загородном проспекте. Если вы ее найдете, оставьте для меня сообщение на доске объявлений около библиотеки. Объявления, продажи квартир, велосипедов, книг, все что угодно. Да, Диран. Тебе что-то надо? Ну что, нашел что-нибудь? Я слышал, вы забрали из Эрмитажа записи с камер видеонаблюдения. Там есть что-нибудь интересное? К сожалению, нет. Они отключились во время падения. Я надеюсь увидеть, кто повредил картину, закрывающую потайной ход. Любопытно. Но мы ничего не нашли. Что вы имеете в виду? Нам не удалось получить записи, которые бы велись во время взлома. И никто не может сказать, куда они пропали. Вероятно, затерты. Наши техники полагают, что это мог быть вирус. Но нам удалось извлечь несколько кадров из буферного файла на жестком диске, где видеозаписи хранятся перед отправкой в архив. Несмотря на это, вы не хотите провести более подробный анализ, который позволил бы нам узнать, не пропало ли той ночью что-нибудь еще. Я понимаю, вы не хотите, чтобы это всплыло наружу. Я могу хотя бы посмотреть на снимки с камер наблюдения. Может быть, я найду что-нибудь интересное. Конечно. Они вон там на столе. Но, как я уже говорил, они бесполезны. Кадры с камеры наблюдения в Эрмитаже. Здесь дежурит охрана. В этом нет ничего подозрительного. Здесь картина не повреждена. Сейчас полдень. Вполне естественно, что в музее есть посетители. Изображение плохое. Здесь ничего сказать нельзя. Помехи мешают рассмотреть изображение. Здесь что-то не так с указанным временем. Этот промежуток слишком мал. Охранника здесь не было, а теперь он здесь. Наверное, это именно тот момент, когда он пошел в туалет. Да, вот оно. Это наверняка заставит его признать вину. Между 12.05.57 и 12.06.07 всего 10 секунд. Чересчур мало времени, чтобы успеть сходить в туалет и вернуться. Охранник явно замешан в вандализме. Ведь либо он сам повредил раму, либо помочился в цветочные горшки. Неужели Останкович этого и вправду не заметил? Я пригляделся к снимкам и кое-что обнаружил. В самом деле? Рассказывай. Один кадр сделан до того, как картина была повреждена, а другой после. Охранник есть на обоих снимках. Ну, в этом-то нет ничего нового. В тот момент, когда рама была повреждена, охранник шел в туалет. Преступник наверняка ждал этого момента. Мне кажется, охранник лжет. Между первым и вторым снимками прошло всего 10 секунд, и за эти 10 секунд кто-то повредил картину. А охранник есть на обоих снимках. Какова вероятность того, что он пошел в туалет и вернулся меньше, чем через 10 секунд? Черт возьми, ты прав, Дюран. Почему больше никто этого не заметил? Охранник и в самом деле может помочь нам. Должен признать, что ты удивил меня. Сильно удивил. А теперь отправляйся в Эрмитаж и постарайся что-нибудь узнать об этом охраннике. Ты узнаешь его по изображению на снимках. Я хочу знать, каким образом он оказался во всем этом замешан. Эрмитаж и постарайся. Ты мне так и не сказал, что это была за... Проклятие, я прошел по всем комнатам и нигде не смог найти охранника. Останковичу стоит узнать об этом. Полковник, один из охранников Эрмитажа пропал. Растворился в воздухе. Что? Это же явное доказательство его вины. Отличная работа, Дюран. Продолжай изучать музей, возможно, ты сможешь найти еще какие-нибудь сведения об охраннике. Мы немедленно начнем его розыск. Я буду держать тебя в курсе. А как насчет размещения? У нас уже есть подвиги? Я только что разговаривал с агентом. Мы все еще... Здесь новый охранник. Что же, жизнь в Эрмитаже продолжается. Доброе утро, сэр. Вы что-то хотели? Я вижу, зал Петра Великого закрыли из-за поврежденных экспонатов. Начальство дает вам прикурить? Не то слово. Шеф службы безопасности просто в ярости. Но бывает и хуже. Через несколько дней он отойдет. Но Федоров наверняка за это заплатит. Он как раз же был на дежурстве. Вот бедняга. У него маленькая дочь заболела, а теперь еще и на работе проблемы. Это, наверное, очень неприятно. Доброе утро, сэр. Вы что-то хотели? Доброе утро. Ваш коллега... Тот, который был здесь до вас? Да. Илья Федоров? Боюсь, его здесь нет. Но он, наверное, скоро вернется. Почему? Что случилось? Ему пришлось уйти. Он сказал, что ему позвонил врач. Кажется, что-то случилось с его дочерью. Вот бедняга. С его дочерью? У него маленькая дочь. Она, бедняжка, очень тяжело болеет. Он подумал, что лучше ей переехать к его матери. Тогда кто-то постоянно будет с девочкой. А где она живет? Мать Федорова? На набережной Макарова. Там поблизости есть то ли диско-клуб, то ли еще что-то такого же плана. Так что мимо не пройдете. Она постоянно жалуется на шум. Только вот скажите мне, кто вы такой? И зачем вам все это знать? Я просто их старый знакомый. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok